МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Небо заполнено самолётами. Они взлетают и садятся каждые 3 секунды. Нас уверяют, что это самый безопасный транспорт после лифта. Шанс попасть в авиакатастрофу 1 к 20 миллионам. С какими угрозами сталкиваются экипажи и пассажиры воздушных судов? И что за необъяснимые явления происходят в воздухе? Алжир. Провинция Блида. 11 апреля 2018 года. Через несколько минут после взлёта из аэропорта города Буфарик военно-транспортный Ил-76 падает на землю. По числу жертв в истории авиации эта катастрофа стоит на 20-м месте. 257 погибших. Телеканалы всего мира показывают страшные кадры с места крушения. Пожар, обломки лайнера и уже бесполезные усилия спасателей. Выживших здесь нет. Как всегда после таких трагедий, человечество на несколько дней впадает в очередной приступ аэрофобии. Люди отказываются от полётов и убеждают сделать то же самое своих близких. Почему мы так боимся самого безопасного вида транспорта? Можно ли предугадать беду и отказаться от рокового рейса? Сегодня в программе. Новичок за штурвалом. Как уберечься от авиакатастрофы? Не полечу и всё. Он через два часа тебе даже объяснить не может почему. Колея страха. Эксперимент экстрасенса у взлётно-посадочной полосы. Энергетика достаточно серьёзная и неуравновешенная. Иркутск, Самара и Екатеринбург. Где ещё так часто бьются самолёты? Какой-то ускользающий фактор, который пока ещё выходит за грани нашего понимания. Прерванный полёт. Только в программе «Тайный Чапман». Ижевские оружейники впервые показывают свою новинку. Прицелиться и активировать его одним крючком. Россия. Москва. 17 ноября 2013 года. Из аэропорта Домодедово вылетает лайнер авиакомпании «Татарстан», выполняющий рейс до Казани. Лётчики называют его коротким. Всего-то час двадцать в пути. Час двадцать. Столько оставалось жить людям, занявшим свои места на борту «Боинга-737». Самолёт разобьётся при посадке. Эта катастрофа в летописи современной российской авиации займёт особое место, словно вобрав в себя всю мистику воздушных трагедий. Бывают такие случаи, просто необъяснимые. То есть, когда все системы исправны, все детали правильные, все узлы работают правильно, нет ошибок персонала, всё проверено, но всё равно бывает сбой, и вот тут появляется какой-то ускользающий фактор, который пока ещё выходит за грани нашего понимания. Экспертиза обломков упавшего в Казани самолёта исключает версию технической неисправности. При посадке экипаж уходит на второй круг, отключает автопилот и вновь набирает высоту, убирает шасси. Больше никаких действий. Почему? Самолёт в воздухе не остановит, чтобы подправить и прочитать чего-то. Слушай, туда мы гребём-то или не туда. А воздух, простите, не позволит это сделать. Александр Кошкин – подполковник запаса военно-воздушных сил. Имеет высшую лётную квалификацию. Военный лётчик-снайпер. Большую часть жизни пролетал на самолётах-штурмовиках Су-25 разных модификаций. За плечами 820 боевых вылетов. Вот он, мой родной Су-25. Красавчик. Этот самолёт неоднократно спасал мне жизнь. Ветеран военной авиации Кошкин хорошо знает, в каком постоянном напряжении находится лётчик. И в воздухе, и на земле. Перед любым полётом лётчик должен в режиме какого-то тренинга повторять мысленно. То есть я взлетаю, убираю шасси, закрылки, набираю высоту, убираю обороты. Это не кадры реального полёта. В кабине учебного «Боинга» популярный актёр Никита Тарасов впервые пробует себя в роли пилота. Навыки управления лайнером пригодятся на съёмках нового сериала о лётном экипаже. Я снимаю стояночный тормоз. И мы начинаем набирать скорость. Набираем высоту штурвал на себя. Убираем закрылки. Убираем закрылки. Где? О, 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 о! А, всё, я вспомнил. Я вспомнил, где закрылки. Рядом опытный инструктор Михаил Борисчирин. Мини-камера, установленная на приборной доске, фиксирует всё, что происходит в кабине лайнера. Наш полёт проходит в нормальном режиме. И вдруг лайнер попадает в зону турбулентности. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Невозможный грозовой фронт! Все настолько реалистично, что нашей съемочной группе на какие-то доли секунд кажется катастрофа неизбежна. Началась чехарда. Не надо, пожалуйста, я не хочу. Нет, 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 нет! Каждое занятие на тренажере заканчивается разбором полета. Инструктор подробно рассказывает, какие ошибки допущены и можно ли было их избежать. Впрочем, даже самый опытный пилот не всегда может объяснить причину реальной катастрофы. Паникуем на себя, на себя, все делаем плавно. Если посмотреть какие-то разборы авиакатастроф, то не бывает какого-то одного определенного момента, при котором произошла авиакатастрофа. То есть масса происшествий, либо, не знаю, каких-то моментов, которые слились воедино. Одна из основных версий при расследовании трагедии в воздухе – теракт. Для злоумышленников бомба на борту – идеальное оружие. Самолет как ловушка. Люди обречены. Не сбежать, не спрятаться. Если ситуация вдруг пошла по критическому сценарию, все, спастись невозможно. Пассажир за свою жизнь не ответственен. Ответственны за жизнь пассажира только экипаж. При расследовании катастрофы в Казани предположения о возможном теракте не подтвердились, как и версия неожиданного отказа техники. Виновным в аварии признан экипаж. Но что заставило пилота принять неверное решение? Знатоки истории авиации обращают внимание на дату трагедии – 17 ноября. 17 ноября – самый жуткий день в истории авиации. Именно в этот день год за годом происходит самое большое количество крушений. Чем обусловлена страшная закономерность? Ученые до сих пор бьются над этой загадкой. 17 ноября 1951 года. Под Новосибирском разбивается Ил-12. На борту 23 человека. Тот же день в 1955-м. Катастрофа «Дуглас» С-54 в штате Вашингтон, США. 28 жертв. Ровно через год в горах Колумбии разбивается самолет «Дуглас» DC-3. 17 ноября 1973 года. Такой же самолет падает во Вьетнаме. Далее смертельное пике Ан-24 в Абхазии в 1975 году. Единственная авария без человеческих жертв. Вынужденная посадка грузового лайнера аэрофлота в деревне Дубенец в Чехии. 17 ноября 1990 года. У нумерологов есть свои объяснения этой страшной последовательности. 17 – это прежде всего число 8. А и четверка, и 8 – это числа перехода, кризиса, трансформации. Мы сталкиваемся с испытаниями, трудностями, проблемами, катастрофами. Восьморка – это стабильность. Это стабильно, кризисно, стабильно, напряженно. Это напряжение, которое рано или поздно дает эффект бомбы и взрыва. Астрологи уверены, как и судьба человека, будущее самолета закладывается в момент его рождения. Удачно ли сошлись звезды в день выпуска из заводских цехов или при первом полете? И мы, любой астролог, который более или менее играет, он может просчитать, вот в эти дни этому самолету лучше не вылетать. Делаем вывод, очевидно, те аварии, которые происходят, необходимы для чего-то, чтобы их анализировать и что-то дальше вести. То есть ничего случайного в жизни не бывает. Елена Миф, специалист по экстрасенсорике, сканирует информационное поле самолета, заходящего на посадку в одном из столичных аэропортов. Что происходит в этот момент в воздухе? Самолет пролетает, но на протяжении трех часов остается эфирное тень, эфирное поле данного самолета и данных людей. И считать можно не только как энергетику, даже мысли и образы тех людей, которые находились на этом самолете. Эксперт чувствует страхи пассажиров на борту. Многие из них больны аэрофобией. Ее след остается в воздухе. В эту же воздушную среду влетают и следующие лайнеры. Энергетика достаточно серьезная и неуравновешенная. Так как очень много людей боятся летать, конечно, это все информационное поле сгусток энергетики, и это очень все чувствуется. Человек интуитивно чувствует близкую опасность. Но всегда ли наше подсознание способно уловить тревожный сигнал и отвести беду? Сенсация! Авиакатастрофу можно предугадать на стойке регистрации в аэропорту. Исследования американского социолога Джеймса Стаутона показали, на разбившихся лайнерах пассажиров меньше, чем на благополучных. Неужели люди предчувствуют воздушные трагедии и сдают билеты на подозрительный рейс? Либо вовсе отказываются лететь? Какие силы хоронят нас в воздухе и на земле? Исследования Стаутона проводились еще в середине прошлого века. С тех пор тенденция не меняется. Часть людей каким-то образом действительно предчувствует надвигающуюся угрозу и остаются дома. Не полечу, и все. Он через два часа, он тебе даже объяснит, не может почему. Но вот что-то сработало. У разных людей этот импульс срабатывает по-разному. Опоздавшие к вылету действуют на подсознательном уровне. А те, кто заранее отказывается от опасного рейса, поступают вполне осознанно. Интуиция – это все-таки работа ангелов. Если вы человек, который всегда прислушиваетесь к интуиции, а ваши ангелы-хранители всегда с вами, они вам подскажут. Но если вы ее в течение всей жизни игнорируете, они вам не подскажут и у стойки табло, когда будет это происходить. Потому что вы их не слушали. Многие исследователи полагают, интуитивные предчувствия каким-то образом связаны с вероятными причинами надвигающейся катастрофы. Что могло предопределить трагедию в Казани? Я теряю горизонт. Молния, прямо по курсу молния. Выравниваем. Как? 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 Смотрите далее. Гиблое место. Что стало причиной авиакатастроф в Иркутске, Самаре и Екатеринбурге. В одном и том же месте бьются самолеты. Никогда не делай этого. Чего боятся даже самые опытные летчики. Нужно улететь и вернуться. Жесткая посадка. Что экстрасенс увидел в кабине пилотов. Для пилота это может быть как атомные бомбы в виде энергетического удара. Паникуем. Раз. Правда. 17 ноября 2013 года в аэропорту Казани терпит крушение самолет авиакомпании «Татарстан». Погибли 50 человек, 6 членов экипажа и 44 пассажира. Салон «Боинга-737», рассчитанный на 120 посадочных мест, в этом рейсе оказался заполненным на треть. Что это? Случайность или знак судьбы? Поверьте мне, в самолете, который, в общем-то, предрещен разбиться, встречаются именно те люди, которые должны умереть или погибнуть. И это судьба, от которой не избежишь. Так неужели эта судьба обрекает на гибель одних и спасает от смерти других, вовремя посылая им предупреждения? Специалисты утверждают, в тревожных предчувствиях нет никакой мистики. Все намного проще. Человеческий организм реагирует на какие-то внешние незаметные явления. Например, незначительные выбросы космической энергии, которые могут погубить воздушное судно. История авиации приносит новые подтверждения старой истины. 70% технических ошибок совершаются именно в полнолунии. Реально повышается, ну, скажем так, рассеянность. Мы психически более возбуждены, мы болеем. У нас больше большое количество катастроф, аварий. Эксперты фиксируют серию авиакатастроф-близнецов. 25 августа 2010 года в Китае пассажирский лайнер выкатился на взлетно-посадочную полосу и загорелся. Подобные происшествия случилось и в США. У аэробуса А-320 при посадке в аэропорту Сан-Паулу тоже отказывают тормоза. В Швейцарии вскоре после взлета, не пролетев и километра, падает в воду легкомоторный самолет. Примерно в те же часы в Казахстане такой же борт и тоже с небольшой высоты пикирует в реку. А на Кипре лоб в лоб сталкиваются два истребителя. На пилотов словно находит одинаковый морг. И все это в полнолуние. Чем полнее луна, тем выше притяжение, там мощнее приливы, отливы и так далее. И здесь происходит ровно то же самое. Воздействие на какую-то часть мозга, которая воспринимает некую вибрацию или излучение, или магнитное поле какое-то. Внимательный анализ истории авиации позволяет не только найти причину конкретной авиакатастрофы, но и открыть прежде недоступные для ученых тайны человеческой психики. Удивительные выводы социальных психологов. Аэрофобия – это один из показателей успешности человека. Самолетов боятся те, кто в обыденной земной жизни привык самостоятельно руководить своими действиями. Они паникуют в ситуации, когда приходится доверять судьбу неизвестным людям. И никто не знает, что происходит в кабине пилотов в критические мгновения. Известный актер Никита Тарасов в кабине учебного Боинга имитирует посадку. Как утверждают эксперты, это самая опасная фаза полета. Отлично, отлично, отлично. Вот, все, я вижу горизонт. Следим за полосой и стараемся вывести самолет на посадочный прибор. В эти 15-20 секунд судьба пассажиров полностью зависит от действий пилотов и быстроты реакции на показания приборов. В данном случае мы говорим об использовании электронных систем с тем, чтобы вырабатывать какие-то эффективные меры воздействия, не дожидаясь, пока угроза реализуется и перейдет в событие негативное. Безаварийный полет обеспечивает современная электроника. Однако в ноябре 2013-го в небе над Казанью она почему-то не помогла экипажу. Вижу, вижу, вижу полосу, вижу полосу. Паникуем на себя, на себя, все делаем плавно. Куда? Вот эти на себя, наверх. Чего это, я не знаю, я успею затормозить или нет. А вот они паникуют. Паникуют! Специально для программы «Тайный Чапман» экстрасенс Елена Миф тестируют энергетику лайнеров, заходящих на посадку. В одном из них отмечается явно тревожная обстановка в кабине пилотов. Чем это может быть вызвано? Пилот — это живой человек, и он тоже все чувствует и видит. Так же, как и стюардессы, и стюарды. Если 300 человек будут сидеть и нервничать, и переживать, это, конечно, может даже пробить энергетическое тело самого пилота. В ноябре 2013 года экипаж «Боинга» не решается сажать самолет сразу в Казанском аэропорту и уходит на второй круг. Что, кроме погодных условий, могло повлиять на решение командира корабля? Может ли новейшая техника дать сбой под влиянием человеческих эмоций? Конечно. Техника очень чувствует, несмотря на то, что техника доработана до очень высокого уровня в плане электроники, техника, она умеет улавливать эти тонкие структуры, так назовем. Одна из самых таинственных катастроф нового времени — загадка рейса MH370. В марте 2014 года самолет малазийских авиалиний бесследно исчезает на маршруте Куала-Лумпур-Пекин. Многолетние поиски его обломков не дают результата, а странное поведение экипажа не поддается объяснению. Исследователи убеждены — это предупреждающий знак высших сил. Разгадав тайну пропавшего лайнера, человечество сможет понять, что же на самом деле происходит в воздухе и на земле. Конечно, нам хотелось бы знать, что случилось с этим самолетом. Бывают ведь ситуации, о которых не прогнозируется, допустим, развитие каких-то явлений, когда самолет находится еще на земле. Рейс MH370 вылетает из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в 0 часов 42 минуты. Полет проходит в обычном режиме. Сообщений о неполадках на борту не поступает. Через 40 минут после взлета Боинг входит в воздушное пространство Вьетнама. Экипаж прощается с малазийскими службами сопровождения и больше на связь не выходит. В момент исчезновения лайнер пересекает Южно-Китайское море на высоте 9,5 тысяч метров со скоростью 870 километров в час. Запас топлива на 7 часов полета. Позднее следователи придут к выводу, что все эти 7 часов рейс 370 находился в воздухе, но почему-то резко изменил маршрут, уходя от наземных радаров. Исчезла идентификация воздушного судна. Как позднее выяснилось, самолет двигался, потом развернулся, прошел обратно над Малайзией, ушел несколько в северо-западном направлении, но потом взял курс на юг и продолжал двигаться до полной выработки топлива в сторону южной части Индийского океана. Безуспешные поиски места падения продолжатся 3 года, и охватят 2,5 миллиона квадратных километров. Все тщетно. В январе 2015 года 239 человек, пассажиров и экипаж официально признают погибшими. В результате несчастного случая, как сказано в заявлении властей Малайзии. Но что на самом деле случилось с рейсом MH370, так и остается тайной. Прошло какое-то явление, и радар, бац, наткнулся на что-то непонятное. Он может где-то летит, ну, я имею в виду, в другом пространстве, да. Он уже вышел за другой, в другой частотной по стране. Семь месяцев спустя после таинственного исчезновения рейса MH370 в том же регионе происходит еще одна похожая трагедия. Утром 29 декабря 2014 года с экранов радаров исчезает пассажирский лайнер компания AirAsia. Этим бортом из Индонезии в Сингапур летят 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Позднее обломки самолета и тела погибших были найдены у побережья одного из островов в центре Малайского архипелага. Неужели район Индокитая превращается во второй Бермудский треугольник, где самолеты терпят катастрофы по необъяснимым причинам? Редкий случай, когда официальная наука согласна с исследователями паранормальных явлений. Они утверждают, череда авиакатастроф в Юго-Восточной Азии связана с энергетическими выбросами земли. И пока не изучен алгоритм подобных чрезвычайных происшествий, они будут повторяться, а пропавшие самолеты никогда не найдут. По горячим следам своей версии, на удивление, схожих авиакатастроф выдвигают самые разные специалисты. Ни одна из них полного подтверждения не находит. В конце концов, аналитики предполагают, что причиной могут быть глобальные изменения в геофизике Земли. Волна мощных энергетических выбросов в районе Индокитая вызывает неистовый геомагнитный ураган. Аномальные зоны с той или иной периодичностью происходят некие процессы или явления, которые мы пока не можем ни изучить, ни зафиксировать. Они действительно могут генерировать какие-то излучения. Поэтому в этом отношении авиация практически не защищена. Как меняется энергетика Земли и ее информационное поле? В каких еще регионах безопасности полетов угрожают нарастающие природные аномалии? И поможет ли изучение их алгоритма заранее отменять опасные рейсы? Конечно, все специалисты, особенно транспортники, знают о существовании так называемых особо опасных зон. В простонародье их называют гиблые места, некоторые специалисты называют аномальные зоны. Было очень много авиакатастроф, особенно под Иркутском, в одном и том же месте. Бьются самолеты. В списке российских авиакатастроф почти за 100 лет с 1923 года до наших дней Иркутск – один из трех регионов, где с загадочной регулярностью падают самолеты. Здесь зафиксированы 8 чрезвычайных происшествий. 7 в Самаре, 10 в Екатеринбурге и Свердловской области. Чем вызвана эта необъяснимая закономерность? Она связана с тем, что все три города находятся практически на одной широте. Основа всех необычных явлений, по крайней мере, аномальных зон, на мой взгляд, лежит в геологии. Возьмите ту же Самару. Рядом Волга. Любая река, хоть большая, хоть маленькая, с точки зрения геологов, это есть разлом. Разлом – это, понятно, место, где граничат и тектонические плиты. Что происходит в недрах Земли и какие оттуда идут излучения, мы практически не знаем. Еще в 80-е годы прошлого века советский ученый Эдуард Породзич открыл так называемые короткоживущие подкоровые локальные возмущения – аномальные явления, которые длятся от десятков минут до нескольких суток, и приводят к изменению практически всех известных физических полей. Их можно предсказывать, а значит, снизить риски полетов в потенциально опасных зонах. Для этого на каждое из самолета нужно восстанавливать определенные датчики. Датчики, которые заранее фиксируют, есть ли по ходу маршрута нарастающая аномалия. И в автоматическом режиме самолет будет самоотклоняться. Либо он будет давать рекомендации летчикам, либо просто в автоматическом режиме, не слушая даже летчиков, на автопилоте будет обходить опасные зоны. Разработки Бородзича показались слишком затратными. Впрочем, как утверждают исследователи, та же способность находить аномальные зоны заложена в нашем подсознании. И более всего она проявляется у людей, страдающих аэрофобией. Оказывается, этот подспудный страх известен и летчикам. Случайно слово «последний» не используется, а «крайний», так сказать. Вот в крайнем полете, в крайнем вылете. Да, я знаком со многими летчиками. Конечно, несуявлено. Александр Кошкин перебирает свой архив. Память о долгих годах, проведенных в небе. Наградные листы, ордена. И очень мало фотографий. Плохая примета. У летчиков есть некоторое предубеждение или суеверие. Допустим, такое, что нельзя фотографироваться перед вылетом, нельзя класть фуражку на стол. Ну, я, допустим, не брился перед вылетом, особенно перед боевым. Почему летчики так суеверны? Может, от того, что им, как никому другому, понятна мистическая непредсказуемость неба? Все-таки самолет для летчиков – это живое существо. Перед тем, как вылетать, он, естественно, ну, какое-то свое. Высказываешь ему, что, ну что, мы готовы лететь, готовы выполнить задачу. Нужно улететь и вернуться. Чем закончилась история боевого летчика и как аэрофобия из болезни становится чудесным даром природы? Смотрите далее. Вспомнить все, что на самом деле произошло в Америке 11 сентября 2001 года. Катастрофа – это до сих пор необъяснимое. Не прячьте ваши денежки. Неужели правительство США платит дань инопланетянам? Вот это золото не просто растворилось где-то в запасниках. Чистое небо, как ижевские оружейники предлагают бороться с дронами. Никто не помешает им поднять в воздух борт за 10-15 километров и подлететь в сторону аэропорта. Удивительно, но изображение неопознанных летающих объектов можно найти в живописи Средневековья. Художник 15 века изображает Мадонну. Но что у нее над правым плечом? При увеличении можно разглядеть летательный аппарат, за которым с интересом наблюдает человек с собакой. Распятие из монастыря Високи-де-Чани в Косово датируется 1350 годом. По обе стороны от Иисуса мы видим летательные аппараты с пилотами. А вот еще одна поразительная картина, написанная в 1710 году «Крещение Христа». На Иоанна Крестителя и Иисуса направлен луч света, испарящего над людьми НЛО. Определенное количество историков склоняется к той точке зрения, что когда-то, в очень древние времена, существовала некая пра-цивилизация, обладавшая достаточно мощным техническим потенциалом. Что с этой цивилизацией случилось, мы не знаем. По крайней мере, она исчезла. Многие исследователи полагают, что инопланетные корабли до сих пор контролируют околоземное воздушное пространство, и эту опасность нельзя недооценивать. Я помню, это было где-то в конце 70-х годов, в течение нескольких дней над аэропортом Внуково что-то висело. Вот это я видел лично. Это не обман зрения, потому что все Внуково тогда видело этот объект. Весной 2018 года супружеская пара в Новой Зеландии фиксирует таинственное явление в районе пара Парауму-Бич. Для звезды в это время суток объект слишком ярок. Самолет? Но почему он не движется, а словно завис над землей? Год от года подобных видео становится все больше. Но особенно ценны наблюдения профессиональных летчиков. Удивительная история в небе над США зафиксирована в записи переговоров диспетчера и пилотов. Экипаж одного из самолетов спросил диспетчера, кто-нибудь над нами был, мы только что с кем-то разошлись, он был выше нас. Диспетчер тогда задал вопрос экипажу другого самолета, который летел с 15-минутным интервалом где-то, по сравнению с первым. И пилот через какое-то время сказал, да, мы с чем-то разошлись, я не понял, что это было. Два абсолютно разных экипажа, два абсолютно разных человека наблюдали один и тот же предмет или объект, но в одном и том же районе. С начала 2018 года специальная комиссия США получила 650 сообщений о встречах с НЛО. Все настойчивее звучат требования к лидерам мировых держав раскрыть, наконец, сведения о контактах с инопланетным разумом. США. Нью-Йорк. 11 сентября 2001 года. Этот день переворачивает все представления о рисках полетов. Раньше самолет был объектом атаки террористов. Теперь он становится их орудием, превращаясь в управляемые реактивные снаряды. Обратите внимание, что террористом был использован самолет, который был, в свою очередь, направлен в здание, которое, в свою очередь, разрушилось от столкновения с самолетом. Почему выбран был самолет? Из-за того, чтобы не только обратить на себя внимание, привлечь внимание, но и для того, чтобы достичь масс, как можно больше массовых жертв. По официальной версии, ранним утром 11 сентября хорошо подготовленные группы боевиков захватывают четыре борта в аэропортах Логан, Даллес и Нью-Йорк. Экипажи устраняют от управления. В 8.46 по местному времени первый из угнанных Боингов на полной скорости врезается в северную башню Всемирного торгового центра на высоте 94-98 этажей. 16 минут спустя прибывшие на место катастрофы съемочные группы в прямом эфире показывают всему миру, как другой авиалайнер таранит Южную башню. А еще через полчаса приходят ужасные новости из Вашингтона. Там третий самолет пикирует на здание Пентагона. Еще один падает на подлете к американской столице. Теракт уносит жизни 370 пассажиров и более 2,5 тысяч сотрудников, рухнувшего от пожара Всемирного торгового центра. Мир содрогается от масштабов трагедии. Но чем дальше от нас эти события, тем больше вопросов без ответа. Все версии конспирологические, они возлики в Америке. Люди просто отслеживали ситуацию, и никто не мог поверить, что попадание самолета в высотку вызывает ее полное обрушение. Это выглядит очень неубедительно. Как могла произойти атака на тщательно охраняемое здание Пентагона? Почему там не приняли дополнительных мер защиты после нападения на небоскребы в Нью-Йорке? Размах крыльев рухнувшего самолета 38 метров, а пролом в здании всего 5. Как такое может быть, спрашивают специалисты. Почему на фотографиях с места крушения не видно обломков самолета? Никаких самолетов не было, утверждают уфологи. Они уверены, на самом деле удар нанесли космические пришельцы. В космосе существуют различные взаимодействия цивилизаций, в том числе взаимодействия, носящие конфликтный характер. По горячим следам, виновником трагедии в Нью-Йорке называли запрещенную в России исламистскую организацию Аль-Каиду и ее лидера Усаму бен Ладена. Он будет уничтожен американским спецназом в правлении президента Барака Обамы. Вот знаменитое фото, на котором глава государства и его ближайшие соратники следят за операцией в прямом эфире. На переднем плане Хилари Клинтон, тогда госсекретарь США. Знала ли она в то время о других версиях авиаатаки 11 сентября? Смотрите далее. Скромные террористы. Почему никто не признался в атаке на российскую военную базу? Эта ситуация, конечно, вызывает очень много вопросов. Воздушная тревога. Только для программы «Тайный Чапман» ижевские оружейники показывают новейшую разработку. Прицелиться и активировать его одним крючком. Первым делом самолеты. Можно ли вылечить аэрофобию? Как и любая другая аэрофобия, это дефицит доверия жизни. Зададимся вопросом. Зачем Аль-Каида и Бен Ладен решили спровоцировать войну на уничтожение? Неужели они всерьез надеялись победить? Ну, вы знаете, 11 сентября, вот эта вот катастрофа, это до сих пор необъяснимое. Вот даже я сейчас не буду говорить про все нюансы и нестыковки, их очень много. В ходе предвыборной президентской кампании 2016 года Хилари Клинтон неожиданно заявляет, что готова раскрыть сверхсекретные документы о контактах правительства с инопланетными цивилизациями. Сказанное можно было бы оценить как политический трюк, чтобы привлечь внимание избирателей. Но Хилари Клинтон известна как человек, всерьез увлеченный уфологией. Вот, например, ее фотография с миллиардером Лоуренсом Рокфеллером. Он тоже не раз призывал Белый дом рассекретить материалы по НЛО. О чем единомышленники говорят на прогулке, неизвестно. Но обратите внимание на книгу, которую держит Хилари. Эксперты легко узнали это издание. Одиноки ли мы профессора Пола Дэвиса? Астробиолог из Аризонского университета доказывает реальность существования инопланетян. Есть немало цивилизаций, которые хотели бы использовать только природные ресурсы Земли, а также человеческий потенциал землян исключительно для своих целей. Но, слава Богу, в космосе существуют и другие цивилизации, которые имеют практически все необходимое для своего развития на своих планетах, но занимаются мирным исследованием на таких планетах, как Земля. Осенью 2016 года победа Хилари Клинтон на президентских выборах представляется неизбежной большинству аналитиков. Казалось, человечество узнает сенсационные новости о контактах с внеземными цивилизациями. Однако в самый последний момент расклад силы резко меняется, и власть в США, а вместе с ней и доступ к сверхсекретным архивам, уходит к Дональду Трампу. А тот никаких обещаний не давал. Какие тайны собиралась раскрыть его соперница? Может быть, рассказать, кто на самом деле совершил теракт в 2001-м? Вывели армию в Афганистан ради одного Усама Бен Ладена, и перевернули эту страну вверх тормашками, ради того, чтобы понять Усама. Ну, было бы логично и перевернуть Саудовскую Аравию. Ну, просто хотя бы потому, что 15 террористов были гражданами Саудовской Аравии. Да, вот он тоже враг. Этого не произошло. Несмотря на доказанную причастность Саудовской Аравии к подготовке террористов, власти США чинят препятствие своим гражданам в подаче судебных исков к саудитам. Пострадавшим заранее отказано в компенсации за ущерб. В чем причина такой странной солидарности? Может быть, Вашингтон и Эр-Риад связаны какой-то тайной? Эксперты предполагают, правительством двух стран известно, что Земля становится полем боя для инопланетных цивилизаций. Но зачем пришельцы предприняли сокрушительную атаку на Америку? В космосе существуют такие цивилизации, которые, по сути, многие тысячелетия уже сами ничего не создают, сами не производят на своих планетах никакой космической техники, но промышляют пиратством в различных космических стычках. Уфологи утверждают, пришельцам нужны природные богатства Земли и, в первую очередь, золото. Подтверждение этой версии было получено в 2013 году, когда Германия не смогла вернуть свой золотой запас, хранившийся в США. Золото в слитках исчезло неизвестно куда. И авторитетные уфологи убеждены в том, что вот это золото не просто растворилось где-то в запасниках, а что оно по определенным договорам уходит на планеты этих внеземных цивилизаций. И, в общем-то, на самом деле экономическая мощь Соединенных Штатов в значительной степени подорвана вот такого рода экспроприациями золотого запаса. Новое тысячелетие. Новая эпоха наступает 11 сентября 2001 года. По планете катится волна революции и гражданских войн. По швам трещат политические союзы, обеспечивавшие стабильность. Европейские города один за другим вздрагивают от новых терактов. Словно какая-то чужая и могучая сила пытается ввергнуть землян в состояние непроходящего панического ужаса. Да-да, вот этот механизм развития панической атаки. Человеку можно массово прибить в фобию. А сам человек представляется каким-то совершенно беззащитным перед всеми этими катастрофами. То да, уровень тревоги повышается. Пройдет немного времени, и человечество столкнется с еще одной угрозой. Небо над нами отравлено новыми страхами. Шотландия. Аэропорт Глазго. 11 декабря 2017 года. При взлете и наборе высоты пилоты самолета вдруг замечают непонятный объект, движущийся прямо на них. Только чудом удается избежать столкновения. Перепуганные летчики наблюдают, как в 15 метрах от кабины пролетает миниатюрный дрон. Новая угроза безопасности авиации. Когда безбашенному человеку хочется поднять свой беспилотник и заглянуть в глаза пилоту, человек просто не понимает, что машина, которая весит несколько килограмм, если она попадет в двигатель, допустим, то двигатель остановится. Гибели экипажа, пилота и пассажиров. Ночь 6 января 2018 года возможно станет новой отправной точкой в истории современной авиации. Российская военная база «Хмеймим» в Сирии атакована эскадрой беспилотников. Фанера, изолента, пластиковые листы и антенна GPS. Оказывается, это все, что нужно, чтобы отправить в бой летательные аппараты. То, что произошло в «Хмеймиме», эта ситуация, конечно, вызывает очень много вопросов. Да, то, что эти беспилотники, которые атаковали нашу российскую авиабазу, не создавались как просто какие-то кустарные боевые системы. Нет. Этих террористов обучали люди, которые хорошо знакомы не просто с беспилотной авиацией, но еще с системами навигации и вызывают вопросы. Откуда это взялось? Поразительно, что в отличие от всех прежних терактов, ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку беспилотников. Может быть, ее организаторы просто скрывают свои дальнейшие планы и реальные возможности. Беспилотные аппараты атакуют людей. Мрачные предсказания фантастов могут стать реальностью в ближайшем будущем. Сингапурская компания приступила к производству боевых дронов, оснащенных целым арсеналом стрелкового оружия. По заверениям разработчиков, первая партия воздушных убийц взлетит уже к концу 2018 года. Очевидно, в новых военных конфликтах дроны будут использовать все чаще. Чем это обернется для гражданского населения? Возможно, в руках террористов появилось новое оружие, от которого, как от бомбы в самолете, не убежать, не спрятаться. Контролировать всех пользователей дронов крайне струнительно. Можно обнаружить только случайно. Благодаря тому, что постоянно увеличивается дальность полета в дронах, никто не помешает им поднять воздухборд за 10-15 километров и подлететь в сторону аэропорта. Сейчас в воздухе у нас находится самый распространенный наш беспилотный летательный аппарат. Технические характеристики данного беспилотного летательного аппарата позволяют находиться ему в воздухе более 4 часов и проводить полеты до 70 километров. На экране монитора – видео, которое передает коптер в полете. Вот он замечает движущийся за десятки километров от оператора автомобиль. Машине теперь уже не уйти из кадра. Автоматика не отпустит. В любой момент объектив камеры может превратиться в прицел. Человек просто отдаёт приказ беспилотнику нанести удар. Считая, что вот он видит скопление людей, а это оказывается свадьба или какой-нибудь гражданский конвой. Им не важно, уверены, не уверены. Нажал на кнопку, и ответственность снята. Вот это самое страшное. Что может остановить новую воздушную угрозу? Россия. Ижевск. Апрель 2018 года. На загородной площадке сотрудники оружейного концерна готовятся продемонстрировать специально для программы «Тайный Чапман» свою новинку. Это первая презентация уникального малогабаритного ружья для защиты от беспилотников. При обнаружении дрона необходимо просто скинуть его в направлении самого коптера, прицелиться и активировать его одним крючком. Разработчики утверждают, их устройство способно накрыть беспилотник четырёхкилометровым куполом, недоступным для сигнала со спутников. В радиусе двух километров блокируется ручное управление и передача изображения на пульт оператора. По сути, дрон теряет способность выполнять поставленные перед ним разведывательные задачи. При блокировке данных сигналов коптер переходит в автоматический режим. Автоматический режим подразумевает либо автоматическую посадку, либо зависание в точке до момента разряда батареи. Новым оружием уже заинтересовались спецслужбы. Круг его возможного применения достаточно широк. Пригодится оно и для обеспечения безопасности аэропортов. Для применения данного устройства в таких местах, как аэропорты, возможна установка направленного модуля подавления спутниковых навигационных систем, который не будет влиять на бортовые приборы малой и большой авиации. Я вижу горизонт. Вот так мы выходим, 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 выходим. Вот, сорок шоу! Вот, молодца! Да-да-да-да-да-да-да-да! Сейчас все будет. Добрый день, на самом деле верю. Так-так-так. Михаил, я вам верю. Ха-ха-ха! Господи! Самолет на торможение. Полоса заканчивается. Я не знаю, я успею затормозить или нет. Я посадил самолет, и еще есть 10 метров, чтобы просто спокойно выйти и прогуляться. Ни одно дерево не пострадало. Никита Тарасов заканчивает свой учебный полет. За эти несколько минут в кабине пилотов ему и нашей съемочной группе пришлось пережить целую гамму эмоций и понять главное. Небо, даже нарисованное компьютером, не прощает малейших ошибок. Оно требует уважения к себе и наказывает людей за себелюбие. Михаил, огромное спасибо. Мне кажется, ваш авиатренажер это лучший способ похудеть. Александру Кошкину пришлось оставить авиацию в 36 лет. Сердце не выдержало нагрузок и врачи отправили боевого летчика снова на землю. Я помню свой последний вылет. Понятно, что я потом обвинял и себя, и сердце, и доктора. Я злился, потому что я не собирался уходить. Я был, как говорят, на пике своих летных возможностей. Но мне пришлось уйти. Конечно, теперь я понимаю, что наш доктор был прав. Он все понимает, но до сих пор заглядывается на небо, словно там осталось что-то недосказанное. Казанскую катастрофу 2013 года эксперты объяснили ошибками экипажа. Действия человека и работа машины были не согласованы. Собственно, это главная причина всех трагедий в воздухе. Станет ли нам спокойнее, если в ближайшем будущем экипажи самолетов заменят автоматика? Я бы хотел дожить свою жизнь в тех условиях, когда на борту летают пилоты, а ими руководят живые человеческие диспетчеры. Каждый раз кадры с места трагедии поражают картиной, шокирующей любого человека. Разлетевшиеся вокруг обломков самолета вещи пассажиров. Сумки, фотографии, детские игрушки. Они чаще всего остаются невредимыми. После каждой катастрофы по планете прокатывается очередная волна аэрофобии, в основе которой мучительные чувства бессилия перед судьбой. Я вот фаталистка, я верю в знаки судьбы. Вот некоторые люди думают, что они обманули судьбу. Говорят, вот все поехали, попали куда-то там, да, а я не поехала, и меня вот Бог миловал. Он миловал. Он просто подготовил человека для какой-то другой программы своей. Но вот я считаю, что существует определенно какая-то сила, которая все-таки нас оберегает. Мы снова поднимаемся по трапу самолета. Самый безопасный вид транспорта экономит время и облегчает жизнь тем, кто готов победить свой страх, что полет может быть последним. Страх высоты не поддается логическим объяснениям, но удивительным образом связан с основами человеческой цивилизации. А суть аэрофобии давно определена народной мудростью. Чем выше взлетишь, тем больнее падать. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин